С начала этого года за нарушение правил тонировки автомашин на территории края было составлено свыше 15 тысяч административных протоколов. За невыполнение законного требования сотрудника полиции по удалению пленочного покрытия со стекол автомобиля 225 водителей привлечены судом к административной ответственности. В период с 19 по 28 апреля сотрудники ГИБДД Славянского района проводят профилактическое мероприятие «Тонировка». Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла в автомобиле должно составлять не менее 75%, а передних боковых стекол не менее 70%. При остановке машины с нанесенной на стекла тонировкой водителю выписывается штраф в размере 500 рублей. Также сотрудник полиции выдает требования по удалению пленочного покрытия. В случае невыполнения указанного требования при повторной остановке водителя вновь привлекут к административной ответственности. В этом случае сумма штрафа составит от 2 до 4 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Крупные штрафы придется заплатить и за перевозку детей без автомобильного кресла. За три месяца текущего года на территории Славянского района было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в одном из которых пострадал ребенок-пассажир автомобиля. Еще в одном ДТП получил ранение несвершнолетний пассажир мопеда. В рамках проекта «Безопасность дорожного движения», а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения уровня дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пассажиров, сотрудниками Славянской госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Автокресло детям». Особое внимание инспектора ДПС будет нацелено на соблюдение водителями правил перевозки детей в салоне автомобиля.